Девушки отдыхают Девушки отдыхают Открой Нарисуй Мечту на лице Словами моими Но я Но знаю лишь я Как звезды жестоки Как звезды жестоки Никому не расскажу Никому не отвечу Буду верить в твою безупречность Как в нашей постели Уже две недели Не спали, не ели Мы не кричали, мы не успели Никому не отвечу Никому не расскажу Никому не расскажу Как в нашей квартире Не топили мартини Не спали, не ели Мы не кричали, а так хотели Они Танцуют без нас В коротких платьишках вальс С меня я друг друга Закрой Закрой Обними Меня Меня Я твой космос Меня Меня Я твой космос Но никому не расскажу Никому не отвечу Буду верить в твою безупречность Как в нашей постели Уже две недели Не спали, не ели Мы не кричали, мы не успели Никому не отвечу Никому не расскажу Никому не расскажу Нет, никому Не расскажу Как в нашей квартире Не топили мартини Не спали, не ели Мы не кричали, а так хотели trillion Чик Танец Продолжение следует... 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 Жене вопрос на тему того, что вот есть такие ребята из Тюмени, и он сказал, а, ну да-да-да, знаю, вот они типа что-то там пытаются... Что-то пытаются. Ну все понятно, дальше будем разговаривать. Не обиделись как бы. Нет, думаю, что это качество может быть как референсы шутки, я не знаю. Ну вы могли бы ради интересного переехать, например, в Москву. И такие конкурентные банды. Московская уже зима, и питерская зима всегда, чтобы уже все язык смазолили. Нет, Клю, мне на самом деле приходила в голову такая мысль, что в ближайшем будущем, может быть, такой концерт фьючеринг можно было бы организовать. Я думаю, что это было бы интересно. Ну, если ребята согласятся, то они поедут. То мы поедем. Ну а вот так переехать в Москву все-таки как-никак там же у нас мекка музыкальная. Мы недавно из Москвы вернулись. Ну, хорошо. Тепло. Ждет вас. И вы все никак чемоданы не упакуете? Все никак не упакуем, да. А чего так? Да вот как-то чемодан не найдет нужного размера. Не понимаешь, что собрать с собой в Москву. Вроде там все есть, а вроде как и нет. Ну, то есть она все-таки как бы получается, по вашей теории, нерезиновая. Для музыкантов особенно. Да, ну, это, знаешь, такой очень риторический вопрос. Поэтому, ну, кто-то приезжает, кто-то считает, что в этом нет смысла, но, ну, может быть, в ближайшем будущем это случится. Я не знаю. Ну, а с какой вот песни вы, например, поедете покорять Москву прям принципиально? С хитом каким-нибудь? Который мы сейчас поем. Да ну, у вас там все по плейлисту. Давайте, который еще не слышала Москва. Наверняка она много не слышала. То, что не слышала Москва, услышите Екатеринбург уже завтра в Нью-Баре, вот на концерте. А Москва это услышит только 1 февраля. Вот поэтому... Несчастные. Да, мы... Пусть они подождут немного. Давайте, мы согласны. Сыграйте. Вот, ну, да. Да. Пополам разделим небо. Вот тебе, вот и мне. Быстро тают сигареты. Одиноко на окне. Беззаботная суббота. Постучится в двери к нам. Еле слышно на носочках. Ты уйдешь, чтоб я сказал. Забери меня с собой. Забери остаток дня. Забери, я буду твой. Давай дружи теперь глаза в глаза. Забери меня. Ну, укуси меня. Поревнуй меня. Только не опускай. Дни летят календарей. Сверху ты и снова я. Отпечатки на спине. Может, мы с тобой друзья. Я яркий цвет губной помады. Ты оставишь на стекле и слова, что ты сказала. Ну, ну, как у Димы Билана в песне. Забери меня с собой. Забери остаток дня. Забери, я буду твой. Давай дружи теперь глаза в глаза. Забери меня. Ну, укуси меня. Поревнуй меня. Только не отпускай. Не отпускай меня. Забери меня. Забери меня. Забери меня с собой. Забери. Остаток дня. Забери. Я буду твой. Давай дружи теперь глаза в глаза. Забери меня. Ну, укуси меня. Поревнуй меня. Только не отпускай. Мы еще, когда вы чекались, заметили странную строчку в вашей песне. Про него? Нет, по поводу укуси. Вот это, да, конечно, такой крик души. Нет, просто хочу спросить. Это же все равно такой для девчонок фольклор. Ну, да, безусловно. Принципиально. Принципиально. Ну, да, не для парней точно. Ну, мало ли. Говорите поближе к микрофонам, а то звукорежиссер наш придет и, в общем, не будет у нас дальше. И тогда мы будем петь ему укуси. Да, вот он вас точно сам возьмет и укусит. Анастасия у нас на сайте egburg.tv пишет Здравствуйте вам, ребята. Здравствуйте. Как вам Екатеринбург и с кем бы вы хотели записать дуэт? Ну, очевидно, с нашими какими-то музыкантами. Ну, из екатеринбургских музыкантов не так много, кого мы знаем. Есть наши, так скажем, знакомые. Это кто? Это группа Алло и Вера. Вот, но они сейчас приехали в Москву уже. Ну, периодически они к нам приезжают, тоже в эфир приходят, когда Вера голос теряет и вот что-то тут пытается тоже петь. Вот, мы договорились встретиться уже на концерте в Москве у нас. Вот они придут. Ну, может быть, получится что-нибудь с ними сделать. Я не знаю. Ну, с Верой-то сложно сейчас что-то сделать, потому что, во-первых, она с Дэвидом Брауном из эфиры поет. То есть, как бы уже зима, уже все, как бы. Как бы вы пролетели. Уже пролетели, да. Вот с такой прекрасной представкой уже можно вообще во всех. Про укуси хочу спросить. Вот, конечно, такой текст. Сейчас у нас, наверное, все будут его запоминать. Но вы вот приехали с концертом на Урал в Екатеринбург, больше Свердловск, со Свердловским рок-клубом. С текстом «Укуси меня». Вы правда думаете, что фанатов тут соберете толпы? У нас же суровый уральский рок. Думаете, суровые не кусаются? Нет. А зря вы так думаете. Чем суровее, тем кусачее. Вот кто приходил, а теперь ни один не кусался. Ну, слушайте, ну фанаты бывают разные. И мне кажется, в Екатеринбурге, бывшем Свердловске, есть те, кто кусаются, есть те, кто не кусается. Пишут, когда укусят. Нормально, мы разожжем толпу на покусать. Вот Мария спрашивает, почему ведущая такая неделикатная? Ну, это же как бы закалка такая. Закалка, да. Закалка. Тут позакаляемся, потом ведь в конце концов 1 февраля в Москве, а там мало ли чего случится может с вами. Ну, в плане эфиров и радио, и телевидения. А вы в Москве же уже выступали, там вот «Артефакт». Мы выступали в этом же клубе, мы выступали с концертом там в сентябре месяце, да. И как Москва? Здорово. Вот, ну мы, не мы не ожидали такого от Москвы. Ну, в смысле, мы думали, что придут, но вот, знаешь, 10-15 человек на незнакомую группу, которая едет в столицу. Москва очень большой город, 10-15 человек, это вот, скорее всего, про Екатеринбург и Чумень история. Вот, ну вот, в итоге пришло больше. Сколько? Ну, было порядка 80 человек, вот. И приятно был удивлен, в первую очередь, клуб, который мы очень долго... Не верил в вас. Который не верил, ну, как бы, кто такие, откуда, из Тюмени? Где это? Это где такое? А потом после концерта пишут, так откуда вы из Тюмени? Надо записать, запомнить. Вот, и мы очень долго потом пытались найти еще вторую дату приезда. Должны были поехать в Санкт-Петербург, но концерт отменился. Ну, там своя группа есть. Да там есть своя группа, скажем, ребята, не-не-не. Не, не пускаем. Да, и мы только поехали в один клуб, его закрыли. Вот, мы такие, ну, придется отменять концерт, да. У нас все хорошо будет после вас, с клубом. У нас не так много мест, не можно выступать. Мы пока приехали, все хорошо. Ну, концерта еще, правда, не было. Про Москву еще на Красной площади вы были? Были. Мавзолей видели? Мавзолей, ну, видел. Я в детстве видел. А, ну, в детстве. Я не видел. В детстве видел мавзолей. Ну, а вот про Ленина, вот, был же дата памяти Ленина. Песни про Ленина знаете какие-нибудь? А Ленин опять молодой и Крупская там что-то. И Красный Октябрь впереди. Вот это, знаете, играете что-нибудь? Нет, извините. А вот это вот границы, ключ, перелом. Переломим пополам. Можешь сыграть? У нас все играют. Сейчас включим. Конечно. От границы ключ переломлен пополам. А наш батюшка Ленин совсем уход. Он разложился на плесень и на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. Потрясающе. Честно говоря, я в вас не верила. Я думала, вы этой песни не знаете. Последний раз Сергей Бабкин пел эту песню, говорит, вырос на этой песне. Он прям сел, спел ее и остановиться не мог. Но вы меня прям потрясли. Больше я почти не буду на вас наезжать после этой песни. Вы прям свои стали. Особенно вот здесь. Если завтра ты должна будешь на поделинку поставить икуси. Ладно. Постепаться с этим. Ну, да. Хорошо. Ладно. Попадим, взбодруемся после этого. Давайте еще что-нибудь из своего. Какое-нибудь лиричное, может быть? Вот, у нас как раз дальше лирика. Угу. Про, ну, может быть, для тех, кто никогда не поедет больше за границу. У нас в стране такая ситуация. То есть в Тюмени это тоже чувствуется? Конечно. А как иначе? На нас, конечно. Никуда не поедет. Песня про город Лондон. Узимфиры забрали поде. Нет. Тссс. Тсс. Тсс. Собой меня возьми в космос Я никогда не видел звезды вблизи А лишь в твоих глазах они мерцать не уставая Дышат, дышат они Мечтаю время, убиваю тебе В твоих глазах горит моя звезда А я все жду, день из-за дня тебя Я жду, день из-за дня Чтоб ухватить кусочек взгляда твоего Улыбки, уголочки, губы, волос Кудряшек, пышный беспредел И вот я, я полетел Этот звездный дождь не закончится Давай же обними меня, мое пророчество Может быть, тогда выпасть получится Туманом утреним на улицах Лондона Нет, звездный дождь не закончится Сходи сильней, еще сильней, мое пророчество Тогда, быть может, не разбиться получится Падая вниз, падая вниз Падая вниз, попадая вниз И разрывая атмосферу уже позади до моей города И обгоняя комету впереди Почти в руке моя звезда Рассыпется секунды без том, что нам отведены судьбой А мы лишь точки на листе в конце предложения Спокойного сна И нас миллиарды таких, кто мчится за своей мечтой Но лишь раз, обернувшись назад Мы всем как Этот звездный дождь не закончится Давай же обними меня, мое пророчество Может быть, тогда выпасть получится Туманом утреним на улицах Лондона Нет, звездный дождь не закончится Сходи сильней, еще сильней, мое пророчество Когда, быть может, не разбиться, получится Падая вниз, падая вниз Падая вниз, падая вниз Группа «Уже зима» в прямом эфире телеканала ЕТВ Мария пишет, чтобы передали вам привет от Полины и Марины из суровой тюмени Передаю вам И этим деткам тоже привет Лера находит вас грустными и уставшими Екатерина вас находит нежными И Лера спрашивает, экономите ли вы энергию для завтрашнего концерта Потому что вы правда грустные и уставшие Да, мы немного экономим энергию Потому что завтра нам нужно будет на 250% отдаваться Первый концерт Нужно будет танцевать Но плюс ко всему мы сегодня решили Такой более-менее лайтовый вариант сделать У нас нет самых главных наших Вот про этих самых главных на самом деле спрашивают очень многие Где Руслан Столий? Они за кадром сидят Все прям негодуют и говорят, где эти прекрасные мужчины Что их прятать прям вот нельзя Их нельзя прятать Вот и завтра, друзья, вы их увидите Может сможете даже пощупать Если руки дотянутся То есть такое тоже можно на концертах приходить и щупать И щупать можно Сначала кусать, потом щупать Мне кажется, это за отдельный билет какой-то надо делать Щупательный билет Плюс 50 рублей Там, например, белые билетики Просто посмотреть, черненькие, чтобы еще и пощупать Давайте для всех телезрительниц, которые вот Жаждут увидеть этих двух прекрасных мужчин Они могут выбежать сюда вот в кадр, а потом вернуться Но чтобы мы как бы не врали тут из кадра Ну да, они здесь сидят, все смотрят Вот Двое из ларца Чтобы все были спокойны, что на самом деле вы тут Как бы не втроем всегда теперь выступаете, не экономите Потому что тут говорил про всякие там Ну вот это вот все не про эту группу Они все вместе ездят Как вы распределяете, кто будет когда петь? Вы же прям тут фразы у друг друга выхватываете Ну это состояние такое, ну слушай Это интуитивные вещи Которые отработались на репетициях Очень много репетируем Очень много, поэтому уставшие Там, в Тюмени? Я только что сообразила ответ на тот вопрос, который был Все с нами хорошо Главное вовремя про Ленина Это главное Я готовился, не понял Оперативно все это было Я могу отдыхать Вот Катерина провокационный мне вопрос задает Посмотрела, говорит, группа уже зима Приду ли завтра на концерт к ребятам? Конечно приду Никогда же никто с экрана неправду не говорит Я честно приду когда-нибудь к вам на концерт Может быть это всегда случится Но выходной он есть, выходной день Про Екатеринбург Вот все-таки, если вернуться к Уральскому, Свердловскому руку Что вот прям отметины в вашей жизни? Какие группы? Я скажу так Я здесь второй раз в своей жизни Но я здесь родился У него по паспорту Он у нас единственный уроженец из города Екатеринбурга Я чувствую запах родни А где они, пока не могу понять Родня, отзовись, если ты здесь, приходи на концерт Шел и Макдональдс перебивает Просто пришлось возвратиться назад на улицу Да, запахи у нас такие всякие Ну, говоря о музыке Ну, безусловно, чай АК-47 Ну, теоретически, конечно Ну, тоже как бы творчество все равно Сансара, по-моему Сансара, Куджав Ныне, что там, Пилар Что-то вы все по-модному, по-новому А старенькая Подождите, я про Свердловский рок спросила же Кто тут был, кроме Чаева, действительно? Кто тут был, кроме Чаева? Смысловый Геллиус и Нас? Вот Смысловый Геллиус и Нас? Они тоже к нам часто ездят просто, да Кто еще старенький? Ну, кто еще вот? Опять Ленин? Вот Такая у нас классная, угадая мелодия Платят И еще кто? Ну, Тьюз Подождите, то есть вы, кроме Акуджавы, не почитали ничего, что тут еще было? Егор Лепов, говорят, нам подсказывают наш барабанщик Нам подсказывают барабанщик из басистов Песни достаточно... Чичерина была И бывает здесь, я скажу, что в Москве живет еще Просто кто на какой музыке вырос? Вот и все А вот это, я на тебе как... На войне года крести Ну, да Ну, как... Кто? Тоже Свердлов Вот, представляете? Удивительный вечер Ну, Азбест, Свердловск Не запоминайте первое слово Свердловский рок Строительный материал какой-то Какой-то строительный материал Это город, между прочим Ну, и строительный материал, как минимум Ну, в общем-то, как бы и старенького вы все-таки маловато знаете Как вы вообще, в принципе, возраст? И как давно занимаетесь музыкой? Мы молоденькие просто Не, МСС очень разные по возрасту От 22 до 28 Поэтому, ну, на самом деле, те, где 22 и 28, разница большая в плане музыки И воспитания И воспитания В том числе Лера спрашивает, как же без Толиных слов Я люблю вас Так это концертное всегда Это, да, вот Давайте историю для всех, кто вот кроме Леры не в курсе же Значит, у нас есть Толя, он барабанщик Вот, у него есть уже такая... Он выходил сегодня Выходил, да Сюда Да, у него появилась такая традиция, привычка После одного из выступлений в городе Казани Он вот в пик своего эмоционального напряжения во время концерта Он кричит зрителю, я люблю вас А у него микрофон есть? Нет, он кричит так, что его слышно везде В зале Вы еще не слышали, как он поет И никто, я думаю, не слышал, раз вы ему микрофон не знаете Один раз он пел на одном концерте, это было очень давно Больше мы решили не давать После того он не поет Ну, на самом деле, в Тюмени, если вернуться про группы Есть интернет Так Поиск Вас не дает, как тюменскую Да-да-да, не дает, как тюменскую группу В первой выплывает в поиске группа Ништяк, например И она прям везде, да Видимо, это из старенького роука какого-то, раз вы ее не знаете Вообще, как там ситуация с музыкой Вот на память, вот так, чтобы взять и сразу перечислить Акуджав, Обидве, Сансара, Курара Ну, кто-то, кто постарше Вот эти все Наутилусы, Агата Кристи Это все про Свердловск У нас сразу на ум приходит, что говорить про наш город А вот про Тюмень кто? Город из Тюменской области это Чумаков Алексей Чумаков Алексей Чумаков, очень известный Ну, вообще была такая группа, если мы говорим про рок Был когда-то фестиваль у нас большой Женского рока Вот была группа такая, Атом Вот они сейчас снова пытаются возрождаться Они уехали в Москву после какого-то вот пика популярности у нас в Тюмени Ну, я не знаю, может быть, что-то там не до конца пошло так, как они хотели Вот, но сейчас вроде ребята снова пытаются возвратиться на сцену Ну, все равно это не локальные истории А вот так, чтобы на всю страну? Все-таки Тюмень про другое что-то Кроку русскому трудно отнести, но все же Ладно, а из поп-культуры? Ну вот Чумаков, Кукарская Вот у вас, мне кажется А, группа Франки Ну, тоже частично там есть, скажем так, доля Тюменского Все-таки у нас вот сквозь наш рок не пробиваются эти фамилии Как-то так не всплывают даже Давайте что-нибудь споем Особенно для Леры, которая говорит Раз она живет в Тюмени, она не сможет прийти завтра к вам на концерт Им что-нибудь и посвятим Ну, вот у нас есть песня, которую мы очень редко играли на концертах Мы ее вот буквально реанимировали к последним трем концертам И вот мы ее играли в Тюмени, но завтра в Екатеринбурге и 1 числа в Москве Мы ее сыграем немного в другом варианте Но сегодня сыграем ее вот в том варианте, в котором мы ее играли в Тюмени Вы еще кого-то хотите выгнать из группы сейчас? Нет, просто Сережа тут не играет на гитаре в ней Понятно Должен сконцентрироваться Ага Лишь одно в голове В моих мыслях движение В отчаянном приступе Сна Отражается эхом От стенок сосудов Дорожных пробок Тишины ночных улиц Она одна Она одна Сидя у окна, считая Дожди мои Она одна Она одна Ведь этой весной я буду с тобой Образ ее Дым сигарет Теней на стенах сплетенье Голос ее Ветра шум в ночи Прошу, не молчи ей, кричи, что Она одна Она одна Сидя у окна, считая Дожди мои Она одна Она одна Ведь этой весной я буду с тобой Она считает дождью моего окна Если где-то есть молчание, то уже война Такая мокрая весна В нашем городе блюза Как первая любовь и последняя муза Она моя Оттепель у двери Я уже Бегу на свет, смотри Если где-то ледяные дожди В февраль заберут парки Мы проснемся в марте По челчок кофеварки Она одна Она одна Сидя у окна, считая Дожди мои Она одна Она одна Ведь этой весной я буду с тобой Я буду с тобой Я буду с тобой Вот так, надо собраться перед песней Битбокс-то был настоящий? Да, мне, кстати, Толя учил, барабанщик наш Просто там женщина еще пела Но она же... Синтетическая женщина Да, синтетическая женщина И настоящий битбокс были от группы Анастасия пишет, что вы такие теплые И вот если ставят вот эту вот звездочку В виде снежинки Это как бы люди от вас пишут, правильно? Ну, которые как бы фанаты, правильно? Наверное, да Это какие-то значки у вас такие тайные Это какой-то новый флешмоб, не знаю Мы даже писали, не знаем Снежинка такая присылается Мы с собой взяли ее сегодня с собой Вот, она так выглядит Вот, должны по традиции этой программы Мне подарить эту штучку Да, мне подарили тебе и снежинку И компакт-диск с нашими песнями И автографы со всех вас Вот не знаю, не знаю Женя Борщ Внимание Женя Борщ просит вас быть веселей Женя Борщ просит веселей быть? Да И Екатерина Зима хотела приехать Но хотела, но не получилось И передает привет И поздравляет сама себя С днем рождения Сегодня, завтра Катя, с днем рождения тебя То есть вы знаете, кто это Догадываемся Чисто теоретически В теории догадываемся То есть вы всех своих поклонниц, в принципе, знаете Но те, кто Да, те, кто даже Вот я знаю, что едут из Тюмени на концерт сюда Есть и такие Я же так удивилась Я думала, ты за мегазвездами только ездят соседи Например, города в другие страны У нас такие уже есть За Томом Йорком, например А чем мы хуже, чем Тома Йорка? О, это программы не хватит Чтобы я перечисляла, например Ну, языки, например, разные Языки разные Но это не значит, что хуже или лучше Это, да, совсем ничего не значит Вот в песне было про «Она одна» Найк Борзов еще так поет Но все время кажется, что где-то вот Где-то забрали слова Нет такого? Нигде не подтягиваете? Нет Песня была написана-то очень давно Еще Найк Борзов О, Найка Борзов Да, конечно Я даже, Найк как? Борзов Борзов Не знаете Слышал Не слышали Ну, то есть, в принципе, не слушайте сначала Знаете, там альбом Бьерк новый послушали А потом своей вот От Бьерка отталкиваясь текста Ни у кого не забирайте Все свое личное, пережитое Не, ну это глупо Брать что-то забирать у кого-то Потому что Ну, вообще творческий процесс Он ведь построен все-таки на том Чтобы ты себя реализовывал И какие-то свои мысли Ну, да, мы слушаем много музыки Да, мы там читаем Но при этом это исключительно, знаешь Ну, не знаю, там Для развития Для расширения кругозора Для того, чтобы, ну, примерно понимать Что, кто еще делает Вот А все-таки А кто у вас такой флагман На которого вы ориентируетесь? Что значит флагман? Ну, главный такой герой музыкальный На которого вы хотите быть похожими Ну, вот, раз много музыки слушаете Ну, пусть у тебя будет группа Maroon 5, например Ну, неплохо Очень хорошо У вас почти 5 Нас почти 5 Поэтому уже почти все удалось Катя Зима пишет, что вы должны ее непременно вспомнить Потому что она вам дарила картину Которая висит у меня Да, я вспомнил Еще раз в нем раз в день То есть вы Да, мы прям забрали картину Это мы Ну, нам подарили Подарили Мы не то, что забрали Да, хорошо, а почему выбор пал Что вот именно только у тебя будет А мы весь встав На самом деле Сережа в квартиру Все дипломы Все подарки, которые нам дарят У вас дипломы есть еще? Да Как минимум Какие? В высшем образовании? Нет Как минимум Да, в высшем образовании Ну, 100 звезд Фестивали всяких Фестивали Да Энергия рока из Казания, помню Самый первый большой флаг Висит у меня дома 100 звезда Можно потом музей открыть будем? Можно, как у Поли Чеси У Якубовича на ВДНХ Да, на ВДНХ Само-то открывать музей Переносите соленье, варенье завтра Это тоже, между прочим Мне кажется, актуальная тема Для музыкантов Про соленье и варенье Вообще про иду актуальная тема Для музыкантов Всегда Ну, да, конечно Всегда И получается вот этим всем Тюменской группы Зарабатывать Чтобы соленье и варенье У бабушек и мамы Не забирать Зарабатывать получается? Тяжелый вопрос Нет Ну, вот еще тогда Про стереотипы И про зарабатывать Тюмень же всегда ассоциируется Что там все такие Прям на нефтяниках Должны учиться Как минимум На каких-нибудь Менеджеров Там управленцев Именно в этих нефтяных штуках Вы По этой же стопе сначала-то пошли? Нет У нас ни одного нефтяника нет В семье, так сказать У нас три программиста Один повар И один экономист Повар-то вообще полезный Повар полезный Теперь есть даже уже второй повар Правда без образования Но тем не менее Вот она тема нефтяников Да, мы как раз таки Вот про стереотипы В Москву недавно ездили Поселились в хостеле Что вы еще можете деньги за билеты брать Вы же из Тюмени Да, и мы отдаем паспорта И он говорит О, вы же из Тюмени Так вы же нефтяники Вот, ну это вот Это стереотип Ну ничего страшного Так случится Если через 10 лет Нефтяники И группа Уже зима у вас Вообще в конце Вообще в принципе Уже зима в Тюмени Давно зима И всегда зима Завтра на концерт Можно приходить к вам Нужно Ну у тебя день рождения Поэтому я знаю Что ты не придешь Да Ну Дядя с днем рождения Переживете как-нибудь это Нет, не переживем Группа уже зима была В прямом эфире телеканала ЕТВ Сразу за прощальной песней от вас Васю Васину знаете? Уже знаем Лидер группы Кирпичи Группа Блюз Докторс Они писали буквально неделю назад Альбом Мы приехали Подсмотрели это дело Все как это было Премьера песни у нас на канале Сразу после песни от группы Уже зима Утро Не надо путать Я не друг твой Ты так боишься быть одной Из тех, кто любит Да Группа Своей подруг все время слушать Ведь одинокий дур и дружба Нет у меня любой Ты такая красивая Будет длинные волосы Чувства невыносимые Пошлые волосы Самая неприступная Но тебя я попробую Разгадать хоть и трудно мне С тобою Можно С тобой побуду я подольше Сказала Сказала Перезвонишь Перезвонишь Позже Ждал Два дня Дуран Дуран К черту Оставайся Ты свободной Закрыл я на тебя Охоту Устал Ждать не могу Не могу Ты такая красивая Будет длинные волосы Чувства невыносимые Пошлые волосы Самая неприступная Но тебя я попробую Разгадать хоть и трудно мне С тобою Продолжение следует... Ты такая красивая Будет длинные волосы Чувства Невыносимые Пошлые волосы Самая неприступная Но тебя я попробую Разгадать хоть и трудно мне С тобою Можно С тобою Можно 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 С тобою Можно 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 С тобою С тобою С тобою С тобою С тобою С тобою С тобою